Привет! Я не только собираю сухоцветы, но еще и рисую. Раньше рисовала в стиле каком-то непонятном, экспрессионизм, импрессионизм, что-то такое. Вот. Сейчас более перешла в реализм. Вот. Хотела показать несколько своих картин, которые лежат у меня сейчас дома. И я на них часто смотрю и вдохновляюсь. Хотела показать вам вот такой вот котик. Это мой кот, которого я очень любила. Он умер, как настоящие коты. Он был очень ласковым. И когда умирал, он запрятался в темное место, я не помню куда, под диван или что-то. И там умер. Вот такой вот. И я решила его нарисовать. Рисовала по фото, естественно. Тогда я еще не увлекалась рисованием, но это было очень давно. Вот. Следующая картина. Это тоже с прошлого. Я, ну не с прошлого, рисовала по мотивам прошлого. У меня раньше... Я жила раньше в деревне. У меня было много коров. И это одна из них. Очень ее любила. Она была такой проказницей, как я. Вот. Постоянно двигала, бегала по полям. Мы ее все ловили. Вот. И когда я переезжала в другую страну, мне пришлось... Ну, пришлось их всех продать. Вот. И коровы продаются обычно на мясо. Поэтому вот она уже умерла. Вот. Очень-очень грустная история, но делать было нечего. Вот. Все-таки это как бы образ меня. Хотя я так, конечно, не ходила в платочки. Но образ у меня. Вот. Обожаю такое небо. Не знаю. Оно у меня иногда получается, иногда нет. Я вообще такой художник, который просто беру ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Вообще без всяких законов. Иногда получается, иногда нет. Вот. Рисовала на вот таком вот... Продаются в фикс-прайсе такие постеры. Холстов у меня тогда не было. Я решила... Стоила, ну, вообще, по-моему, 300 рублей или что-то гораздо дешевле, чем холст. Не знаю. Слезет. Возьму краску. Вроде бы вот целая. Рисовала маслом. Так. Следующая картина. Это репродукция. Если можно так назвать. Я забыла, как называется художник. Если, когда буду выкладывать видео, на наложеное я напишу. Вот такая вот репродукция. Мне очень понравилось. Понравилось, как автор. По-моему, мой иностранный писатель. Иностранный художник. Он такой геометрической фигуры вписывает вообще. И мне так понравилось, что такое необычное сочетание. Бац и море. Уголок моря. Ну, это просто мне очень понравилось. И тем более у меня, я постоянно в роликах, у меня на заднем поле картина сирени. Вот. Там она в синей полотне сирени стоит. Вот. И хотела сделать такой триптих, чтобы была такая композиция синяя. Вот. Нарисовала такую здесь. Даже прикрепила веревочку, чтобы можно было повесить. Она у меня много висела. Но муж сказал, чтобы я нарисовала что-то свое. Он верит в мое творчество. Вот. Такие дела. А дальше вот такая картина. Это самая моя любимая. Потому что я еще, когда не знакома была с мужем, купила такие большие холсты. Вот тут, тут. Три штуки купила на заказ целого. Вот. И очень мечтала нарисовать вот эти цветочки. Ну, хотела, когда солнце освещает цветы, особенно ромашки. Это так красиво. Вот. И я пыталась передать. Если я сделаю крупно планом, вот как я прописывала детали. Если здесь будет видно, может быть. Ну, в общем, это просто бомба. Не знаю. У меня не очень получилось, конечно. И цвет такой. Я лет 10 подбирала цвет классный. Но получилось, конечно, так. Не очень натурально. Но это был подарок моему мужу на знакомство. То есть я ему познакомилась в интернете. И я ему, как только приехала, я привезла с собой вот эту картину. Вот. Так что такая. И я ее не буду перерисовывать. Она такая достаточно простенькая. Но очень-очень мне она как бы близка. Потому что столько всего с ней связано воспоминаний. Вот. И покажу, наверное, последнюю. Если я еще делаю обзор. Не знаю. А вот это такое первое такое большое видео. Вот. Пока ребенок спит. Вот. Прикрепила я неровно. Сейчас это не буду я. Она у меня лежит. Стоит нам на столе. Вот. Это лапчатка. Меня видно только. Лапчатка. Вот в такой раме я ее оформила. Не было такой рамок дома. Я вот сделала. Она красивая такая. Эта лапчатка у меня в саду растет. Кустовидная. Вот. Такую вот сделала картину. Мне очень она понравилась. И я ее поставила на стол. Она у меня стоит. Вот такие дела. Надеюсь, я сделаю еще обзор. Прикрепил. Так. Продолжение следует...